В Институте имени Сербского заявили о росте депрессивных состояний у детей и подростков в России. Особенно сильно показатель заболеваемости увеличился среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет. С чем связывают такие показатели психотерапевты и как избежать этого, расскажем в следующем сюжете. По данным Института имени Сербского, за последние три года показатель заболеваемости аффективными расстройствами детей в возрасте до 14 лет увеличился на 8,9%. Из 100 тысяч детей этой возрастной группы примерно у пяти человек встречается подобное заболевание. У подростков в возрасте от 15 до 17 лет этот показатель увеличился гораздо сильнее, на 70,5%. Самое важное — распознать депрессию у ребенка. Она отличается от депрессии у взрослого человека и зачастую маскируется, рассказывает известный тверской психотерапевт Юрий Рыльский. Также она бывает прикрыта соматическими жалобами, например, болями. Орган здоров, а боли в области этого органа, они продолжительные. Фактически они еще и блужданием. Если это так, нужно думать о том, в совокупности с другими признаками, о том, что, возможно, есть изменения по депрессивному типу. Вегетативные будут изменения, скачки давления, скачки настроения, но разные в течение суток. Если говорить о мальчиках, там идет озлобленность. Если о девочках, то там больше тоска, печаль, слезы, расстройство сна. Но самое главное — человек перестает интересоваться то, что ему было раньше интересно. Падает интерес к жизни вообще и к деятельности, в частности, к любой. Психотерапевт предполагает, что подобные расстройства у современных детей могут происходить из-за большого потока информации, с которым они не справляются. Кроме того, детям уже недостаточно сказать «все будет хорошо». Сегодня они считают это обесцениванием их проблем. Специалисты подчеркивают, что дети очень болезненно воспринимают, когда родители их осуждают или высмеивают. Когда ребенок от родителей получает осуждение, вместо поддержки он замыкается и дальше свои проблемы решает с чужими людьми. В это время идет большая перестройка внутри организма человека. Меняются его функциональные системы, меняется образ жизни, гормональная перестройка. Это тоже влияет на то, что происходит внутри человека. Внешние факторы становятся очень важными. Человек ищет свое место в жизни. Для него очень важны отношения, которые складываются среди сверстников, среди взрослых. Но он еще не сформирован, как человек, который может решать эту проблему. Он только учится. Ему нужна поддержка. В ситуациях, когда ребенок делится какой-то информацией, психологи рекомендуют не показывать свое резкое отрицательное мнение, а спокойно выслушать и поддержать. Нужно осторожно задавать ему вопросы, чтобы в процессе обсуждения ребенок сам пришел к выводу, как ему выходить из той или иной ситуации. Ребенок не должен чувствовать ни осуждения, ни обесценивания своих проблем. Депрессию, конечно, надо и нужно лечить, подчеркивает психотерапевт. Ведь последствия могут быть необратимыми. А самый главный совет — уделять больше внимания своим детям, в каком бы возрасте они ни были. Ведь именно тогда можно почувствовать и предотвратить прогрессирование того или иного заболевания.